Время подводить итоги на Артик ТВ. Здравствуйте! Православные христиане продолжают отмечать Пасху. Сегодня у нас в гостях Яна Петрова, председатель правления общественной организации «Благо» и ее волонтер Татьяна Кривошеева. Они расскажут о традициях, которые сложились в Кольском приходе, о планах строительства духовно-спортивного центра и о новой продукции тарного комбината прямо сейчас с обзором самых заметных событий недели. Норникель и Росатом планируют заняться разработкой литиевого месторождения в Заполярье. Об этом сообщил первый замглавы атомной корпорации Кирилл Комаров на заседании Комитета по экономической политике в Совете Федерации. Директор Блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров отметил, что на данный момент в России есть три источника, где можно брать литий. В качестве самого перспективного выступает Калмазерское месторождение в Мурманской области. В этом году правительство должно принять решение о выставлении этого месторождения на аукцион. Очередная партия бобинцев готова к сдаче. На судоремонтном предприятии Снежногорска давно освоили изготовление рыбопромысловной оснастки. Это стало дополнительным источником дохода Нерпы в тяжелые застойные годы. Ну а сейчас продукция – прочная основа деловых связей СРЗ и мурманских рыбаков. За рабочую смену сварщица Светлана Давыдова обрабатывает по три-четыре таких заготовки. Эти железные шары – бобинцы. Используют их как защиту рыбопромыслового трала от зацепов за камни и неровности на дне. Для рабочих предприятия Нерпа подобные заказы не в новинку. Рука набита. Но надо тщательно придерживаться технологий, чтобы качество сварного шва было безупречным. У нас очень строгая приемка работает, поэтому любая работа в принципе сложная и требует внимания. Металл к сварщикам попадает не сразу. Прежде его надо сформировать в полусферы. Этим и занимают сосудокропускники. Только умелым профессионалам под силу этот этап производства. Из прямого листа делать вот такие шарики. Это очень трудозатратно. Деловые связи с мурманскими рыбаками благодаря производству рыболовецкой оснастки были налажены еще в сложные 90-е, когда завод стал искать дополнительные источники дохода. Они по сей день приносят в казну предприятия живые деньги. Это подспорье гражданское. Гражданские суда нам заказывают данную работу, которую цех выполняет пока с успехом. Раньше НЕРПа специализировалась и на изготовлении резиновых бобинцев. Сейчас к выпуску готовят лишь металлические. Почти сотню таких полых внутри шаров уже готовы передать мурманским рыбакам. В условиях антироссийских санкций предприниматели Заполяря направили силы на производство импортозамещающей продукции. Например, сотрудники Мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов всегда готовы обеспечить северян необходимые спецодежды. В тяжелые времена пандемии коронавируса, когда средства индивидуальной защиты с огромной скоростью сметали с магазинных полок на помощь мурманчанам и жителям области пришло Мурманское многопрофильное реабилитационное предприятие инвалидов. Сложно представить, но сотрудники вышивали за смену порядка 5000 марлевых масок. Потребность очень большая. Нам заказывают организации разные. И большие, и маленькие. Всем им нужно защитить своих сотрудников. Они не могут найти эти маски. Поэтому мы ранее не шили их никогда. У нас была одежда, спецодежда, постельное белье и прочая швейная продукция. И вот с учетом того, что нужны были маски, мы переключились в течение недели на новую продукцию. Пандемия отступила, но меньше трудиться сотрудники Мурманского многопрофильного реабилитационного предприятия инвалидов не стали. В стенах фабрики наращивают производство постельного белья, полотенец, детского и взрослого трикотажа, спецодежды, школьной формы, текстиля и многого другого. У нас очень широкий ассортимент. И удобно складам, допустим, которые снабжениями занимаются, к нам обращаться, потому что мы можем от текстиля до одежды полностью закрыть потребность. Мы с большими организациями работаем. СРЗ, ПАО, ММТП, пароходство, МЭС. Ну, в общем, все наши градообразующие, мы работаем с этими организациями. В своей работе сотрудники используют в основном материалы российского производства. И дефицита тканей не боятся. У нас есть в России достаточно предприятий, которые занимаются. Ну, то есть, в принципе, все материалы мы можем закупать здесь. Материалы, фурнитура, у нас все это в России есть. И очень хорошего качества, поэтому сейчас вот тоже новых поставщиков ищем российского производства полностью. Предприятие остается социально ориентированным производством. Штат трудолюбивых сотрудников нельзя назвать большим. Всего порядка 20 человек. Некоторые из которых имеют ограниченные возможности здоровья. Несмотря на то, что специалистов крайне мало, заказы отшиваются качественно и вовремя, подчеркивают работники фабрики. На Мурманском тарном комбинате появилось новое автоматическое производство банок для рыбной продукции. Его запуск был дан в торжественной обстановке. В этом году Мурманскому тарному комбинату исполняется 90 лет. Предприятие активно развивается и открывает новые направления работы. В этот раз здесь запустили линию автоматического производства железных банок для рыбной продукции. Производительность 120 банок в минуту минимум. Сегодня будет запуск в работу полноценную. Линия предназначена для работы на отечественной жести. Ранее такая банка в основном делалась на производстве жести Европы или Китая. Кстати, именно из Китая прибыло новое оборудование. Для работы на нем дополнительных сил не требуется. Действующие сотрудники прошли обучение и готовы обслуживать механизмы и электронику. Заказов на продукцию комбината от разных предприятий поступило уже немало. Но сейчас новые банки в основном будут выпускать для печени трески. Тарный комбинат уже 90 лет и на самом деле не сдает позиции. И с каждым годом развивается, находит новые решения. В текущих условиях это особенно важно. Потому что с одной стороны у нас появились дополнительные возможности. Открылись ниши, которые сейчас надо быстро брать в свои руки и заполнять. И конечно команда Тарного комбината так и делает. Они даже в некоторой степени предвидели какие-то моменты. И сейчас получается, просто включаются новые и новые у них возможности. Ранее в Мурманске такие виды железных банок не делали. В основном их производили в Калининграде. Кстати, сейчас Мурманский комбинат на 100% перешел на отечественное сырье. Теперь сталь для создания Тары привозят из Магнитогорска. Эта линия выглядит еще более актуальным, чем в тот момент, когда мы принимали решения, считали, делали технико-экономическое обоснование. Импортозамещение – это актуальная реальность сегодня для нас. Из Калининграда поставки какой-то упаковки. Есть в Калининграде большой завод, который действительно производит. Некоторые предприятия оттуда покупают. Они сейчас не могут обеспечить в том объеме, который необходимо. Поэтому да, мы выстрелим однозначно. Замена штампов позволит создавать различную баночную упаковку под потребности рынка и клиентов. Напомним, что Тарный комбинат также производит картонные коробки, кондитерскую упаковку и различные жестяно-баночные изделия. Друзья, я рада приветствовать в нашей студии прихожанок храма Благовещения и Сколы. Яна Серафимовна Петрова, председатель правления местной общественной организации «Благо» сегодня у нас с гостями. Христос воскресе Александра и уважаемые зрители. Воистину воскресе. Также Татьяна Кривошеева, волонтер этой общественной организации. Здравствуйте, Татьяна. Друзья, все к вашим, так сказать, эфир для вас, пожалуйста. Ну что, я с радостью приветствую всех телезрителей, всех, кто сейчас находится в студии, вот таким пасхальным приветствием. Христос воскресе, православные христиане будут приветствовать друг друга еще очень много дней таким радостным приветствием. Как бы даря каждому радость воскресения и радость того, что мы знаем, что жизнь здесь на земле не заканчивается для нас. И в эти радостные светлые дни нам хочется делиться радостью со всеми. Вот видите, мы даже в студию пришли сегодня с Татьяной с куличом, с крашенными яйцами, с пряниками. А яйца какого должны быть цвета? Красного? Вообще, наверное, яйца все правильные. Не бывает, не бывает. Но есть, да, есть очень хорошая такая добрая традиция все-таки красить яйца в красный цвет. Это пошло с той поры, когда Мария Магдалина, ну, произошло чудо, когда окрасилось в ее руках яйцо, в руках Марии Магдалины, по вере в то, что Господь воистину воскресе. Скажите, пожалуйста, вот люди, которые не являются прихожанами, редко ходят в храмы, для них, наверное, Пасха, она вот несколькими днями, да, и ограничивается, собственно. Вот Пасха значит красим яйца, желательно ими стукнуться. Да, обязательно. Да, какой смысл в этом ритуале? Стукнуться? Ну, не знаю, это, наверное, как поздороваться, еще раз поздравить друг друга, конечно. Да, вот, пожалуйста, куличи, собственно, все, на этом все. На самом деле праздник продолжается, что происходит в эти дни, собственно. Но на самом деле к празднику надо всегда готовиться, к любому празднику. Даже если мы не приходим в храм, мы не знаем, где находится храм, у нас какое-то ожидается домашнее торжество, мы что делаем, мы готовимся. Мы дом убираем, да, мы готовим что-то вкусненькое, мы, может быть, придумываем какую-то программу для гостей. Вот, так и любой православный христианин великим постом начинает готовиться к Пасхе. Все богослужения, которые идут великим постом, они все готовят нас к этому. Но кроме богослужения мы и сами можем сделать что-то, чтобы прийти к этому празднику немножко изменившимися. Вот, и я думаю, что вот Татьяна расскажет о нашей доброй традиции, которая уже существует больше 10 лет, на нашем приходе, в нашей воскресной школе, как раз о подготовке к празднику. Да, в течение 10 лет мы уже традиционно готовимся к этой ярмарке. Ну, то есть, сам по себе Великий пост, он такой, ну, сугубые дни вообще для молитвы, да, для своего изменения, для покаяния. Ну, и в то же время мы должны готовиться вот к таким добрым делам, то есть, ну, и подготовить своих деток, своих близких. То есть, вот мы собираемся в школе воскресной, ну, и что-то начинаем делать. Кто-то, мастер-класс даже у нас был в позатом году, да, по пряникам, или пряники из гипсов. Петя, мы готовимся к благотворительной ярмарке, ты не сказала, который у нас называется. А, да, благотворительная ярмарка «Теплосердец». Не знаю, я сразу поняла, что это благотворительная ярмарка «Теплосердец». В течение вас, да, вы с воспитанниками в воскресной школе. Да, с воскресной школой, со своими детками. Вот моя дочь старшая уже, она первый раз 10 лет назад, и в течение этого времени. То есть, мы со своими детьми, это самое важное, когда мы именно со своими детками, да, мы учим добру, мы учим милосердию. Но одно дело учить сказать, одно дело показать. Это большое дело. И что вы сделали? Делали мы, делали, что мы из гипса яйца лили, потом их красили, расписывали деревянные яйца, делали конфетные букеты такие тоже у нас, наши мамочки, бабушки, то есть собирались. Ярмарка уже состоялась, все реализовано? Да, ярмарка у нас в этом году так состоялась, ну прям столько было. Она в течение трех дней у нас в этом году состоялась, это неимоверно быстро. Быстро, быстро, было столько подделок, и люди, и у нас уже кто знает, уже спрашивают, а когда будут, ну там, на ярмарку, когда уже можно приходить, когда можно приходить? То есть, вот люди уже про это знают. А средства куда вы набрали? Да, я отвечу на этот вопрос. Когда изначально мы 10 лет назад начинали, у нас, ну и сейчас этот прихожанин уже подрос, конечно, тогда он был маленьким мальчиком, которому требовалась помощь на реабилитацию после сложной онкологической операции, Илья. И мы эти средства передавали непосредственно ему, мы его все знаем. То есть, это не что-то абстрактное, да, когда мы говорим, что мы будем оказывать помощь всему миру. Нет, вот это очень хорошо, когда мы учимся видеть рядом с собой тех, кому помощь наша нужна. И мы видим реально эту семью, этого ребенка, и мы помогаем. Вот, и сейчас мы продолжаем эту помощь, хотя уже Илюша подрос. Вот, ну и у нас еще появились семьи, которые нуждаются в нашей помощи. То есть, все средства, которые мы выручаем вот на этой ярмарке, они все передаются в семьи. Ну вот сейчас мы заканчиваем эту благотворительную ярмарку, да, но мы хотим сказать, что у нас целый цикл вот этих ярмарочных мероприятий в течение года. Например, есть такая известная акция «Белый цветок», которая в июле месяце проводится. Еще царская семья начала проводить эту добрую традицию этих ярмарок, и мы ее тоже подхватили. И в июле месяце, когда у нас еще ромашки не расцветают, возле нашего храма эти ромашки цветут, правда, искусственные, вот мы их рисуем на шариках и вырезаем из бумаги, с фоумирана и так дальше. И в нашей общественной организации выстроилась целая такая система таких благотворительных ярмарок, большим праздником, к Рождеству Христову, к празднику Архангела Михаила, праздник Белого цветка, к окончании Успенского поста, к Успению Пресвятой Богородицы. Это очень хорошо, потому что вся жизнь настраивает нас на вот такую работу, внутреннюю работу не только над собой, но и на работу с теми, кто рядом с нами. И во время поста вы тоже не останавливались? Нет, конечно же, все это, ну это как параллельно все идет, и пост, и такая работа для благотворителя, потому что, как говорят, что в пост мы должны изменять себя, изменить свою жизнь, делать больше дел, конечно, добрых дел, добрые дела мы делать должны всегда, но это такое прям сугубое время. А во время пандемии? А во время пандемии мы не оставляли, конечно же, проводили онлайн-мастер-классы, забирали домой. Вот мы, допустим, с мужем отливали курочек из гипса, потом наши детки разукрашивались, и в общем, то есть мы не оставляли ни на один год, то есть такое у нас проходит. Такая работа открывает новые таланты, это еще одна страница, мы же всегда ищем таланты, да, это же сейчас, это очень важно, у нас есть мальчик один, Александр, которому 14 лет только исполнилось, представляете, он освоил крючок, вязание крючком, и вяжет замечательные игрушки, вот он вязал, 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 мы все знали об этом, и в этот раз мы его пригласили провести мастер-класс. Сидит Александр во главе стола, рядом с ним одни девочки и женщины, вот, мамы там, бабушки, вот, и Александр прямо в две недели, он так показывал мастер-класс, и получили замечательные совушки, они тоже, кстати, на ярмарке моментально разошлись, потому что они теплые, они душевные, они пронизаны теплом сердец. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, действительно ли стало больше прихожан, наблюдали ли вы во время пасхальной службы, там, в Страстную пятницу, что людей пришло больше, что есть интерес к воскресной школе? Да, людей действительно, да, стало больше на службе. В Вербное воскресенье у нас даже часть людей находилась на улице, то есть храм не смог всех сразу вместить, вот, и Страстную седмицу, конечно, народу было достаточно много на службе, но и сейчас Светлая седмица, понятно, люди идут уже с пасхальной радостью, вот, в нашу школу, вот, буквально недавно поступил звонок, опять, вот, мы хотим уже записаться, я говорю, так это август, давайте дождемся августа, и это вы нас сейчас запишите, потому что мы очень хотим попасть в школу. Да, мы видим, что, ну, слава богу, интерес к школе не ослабевает, и вот, наверное, благодаря именно таким мероприятиям, когда мы взрослые вместе с детьми. Или потому что время сейчас такое, что все вынуждены, ну, не вынуждены, да, но обратились. Не вынуждены, а, наверное, мы же много пересматриваем в своей жизни, в своих поступках, в своих взглядах на мир, да, мы очень много пересматриваем, и время, наверное, такое пришло, когда мы должны все-таки посмотреть внутрь себя на свой духовный мир, обратить внимание на свою и духовную жизнь в том числе, да. В чем секрет храма Благовещения Престой Богородицы, насколько я знаю, там своя атмосфера, туда действительно стремятся люди и из Мурманска, и со всей области, и школа-то ваша воскресная, действительно, далеко за пределами Колы, известно. В чем секрет? Секрет, наверное, в том, что наш храм самый древний каменный храм на территории Мурманской области. Это особое намоленное место. Я хочу сказать, что город Колы ни разу не сдавался врагам. Не единожды осаждали враги город, в том числе в 1854 году, в августе Корветт Миранда английский, это в рамках Крымской войны, подошел к так называемому немецкому острову на реке Тулума и обстрелял город. И был сожжен уникальный 19-главный деревянный собор, который был построен без единого гвоздя. Это просто был уникальный, это жемчужина была с севера. Рядом стоял наш Благовещенский храм. Он пострадал, он был изранен. Но прошло время, руками колян, их душами, их теплом он восстановился. И даже несмотря на то, что в трудные годы, в 1937 году, храм был закрыт, настоятель расстрелян потом под Санкт-Петербургом, несмотря на все это, на то, что было запустение, в моем детстве я видела, как храм стоял без креста. Там были мастерские, там периодически после войны жизнь возобновилась. Там служил такой отец Владимир Обнорский. Он тоже вложил очень много сил для того, чтобы снова возродить. После войны, представляете, 1946 год, храм вздохнул, но потом снова был закрыт. Затем, благодаря историкам Мурманского краеведческого музея, храм зажил снова, снова началась жизнь. И слава богу, в 1992 году, в этом году, кстати, 30 лет, в ноябре будет, как храм был возвращен общине православных верующих. Тоже такой вот юбилей. Насколько действительно у вас сейчас большая община и дружная? Ну вот насчет дружная, я не знаю. У нас дружная община? Я думаю, да. У нас более-менее дружная. Про школу, хочу сказать, тоже как родители в воскресной школе. Почему привлекает? Потому что у нас там любящие учителя, которые встречают, батюшки, где детки общаются. То есть мы не только же... Детки маленькие-маленькие к вам уже приводят подростков? Ну, у Тани уже внук пришел. Мои 17 будет старше, как мы начинали. Сейчас мой внук уже пришел. То есть поменьше там есть детки. И самое главное, что мы и в храм, конечно, мы вместе. Это в первую очередь. Но потом у нас же всякие спортивные мероприятия, походы. То есть это все так... И родители, мы друг друга знаем уже. Какую-то свою боль, радость. То есть вот на самом деле я считаю, что это очень здорово. И вообще-то очень важно. Вы наблюдали за дискуссией, которая в Мурманске на фоне предложения построить кафедральный собор на улице Бурково разворачивался? Да, конечно. Ваш взгляд со стороны Ковы. Мой взгляд – храму быть. Ну, не в этом месте. Насколько я понимаю, благословение именно в этом месте построить не получено. На Бурково вы имеете в виду? Не знаю, это вопрос уже не ко мне. А вообще я считаю, что... Ну, и я же вижу, сколько прихожан сейчас в храмах. В храмах Мурманска, в нашем храме. Храмы не стоят пустые. Храм, он... Каждый храм живет своей жизнью. И есть хорошая, добрая община практически у каждого храма в нашей епархии. То есть я думаю, что и храм, который будет построен, там тоже будет хорошая, добрая община. И он на путь... Мне бы сказать, постройте в Коле. Зачем вам в Мурманске, раз вы так долго... В Коле у нас еще один храм есть. Храм преподобного Варлаама Керецкого. Мы его тоже очень любим, очень ценим. Вот этому храму 20 лет. Он очень молодой совсем. Ну, вот тоже у нас еще один храм есть. И тот, и другой храм открыт для того, чтобы можно было на звонницу подняться и ударить в колокол. В храме Варлаама Керецкого звонницы нет. Вот. А на Благовещенская церковь, да. Да, над Колой разливается колокольный звон вот всю неделю. Это просто замечательно. Можете послушать звонаря, можете сами позвонить. То есть с удовольствием они вам подскажут, получат. Приезжайте. Обязательно. И еще хотелось бы сказать о том, что еще объединяет и что еще, может быть, приводит людей к нашему храму. Вот ровно год назад, 11 апреля, на территории нашего Благовещенского храма был открыт гуманитарный центр. Мы его назвали «Берег надежды». Открыт он был благодаря поддержке президентского гранта. Мы, как некоммерческая организация, получили такую возможность отремонтировать помещение, которое храм выделил. Его насытили оборудованием, холодильная камера, холодильник, стеллажи и так дальше. И теперь к этому «Берегу надежды» прибывают те, кто нуждается в помощи. А самое главное, прибывают те, кто хочет эту помощь оказать. И это очень просто. То есть не надо, мы не ждем документов каких-то, подтверждающих справок, выписок, еще чего-то бесконечных. Придите, расскажите нам о себе, о своих проблемах. Мы постараемся вам помочь. Спасибо большое. С праздником еще раз вас поздравляю. Поздравляю. Яна Петрова и Татьяна Кривошеева из Колы. Спасибо. Общественная организация «Благо». Спасибо за то, что вы есть. В Мурманске началось строительство духовно-спортивного центра на территории храма «Спаса на водах». Из чего будет состоять комплекс, какие дисциплины в нем будут преподавать и какова его главная задача. Рядом с храмом «Спас на водах» началось строительство Преображенского духовного спортивного центра. На площадке, которую долгое время от посторонних взглядов вскрывал забор, закипела работа. Крупная техника расчищает территорию. На стенде по соседству проект будущего комплекса. Сам духовно-спортивный центр включает в себя тренажерный зал, борцовский зал, ну он же зал единоборств. То есть дзюдо, самбо, рукопашный бой у нас есть. Также при центре будет построен еще один храм. В здании разместится и воскресная школа. Такое расширение необходимо, подчеркивает настоятель отец Андрей. Во время праздничных служб и по выходным места для прихожан здесь уже не хватает. Да и все больше и больше людей проявляют интерес к духовным ценностям. Люди хотят знать вообще, что в себе несет Пасха. Ну и не только Пасха, и само крещение, и вообще наша жизнь человеческая. Поэтому запрос есть однозначно. Строительство Преображенского духовно-спортивного центра планируют завершить к октябрю 2023 года. Какие туристические направления открыты для северян нынешним летом, выясняли мои коллеги. Жители нашего региона на верхних позициях рейтинга самых активных путешественников России. Турист наш привык за эти годы, что если не летит что-то одно, то полетит обязательно другое направление. Вот и сейчас в преддверии летних каникул нужно решить, а где же отдохнуть. Ни для кого не секрет, что в особой политической обстановке некоторые направления для международных путешествий закрыты. Зато внутренний туризм расцветает, как никогда популярен Дагестан. Что касается европейских направлений, во время ковида было закрыто, и сейчас также продлевается закрытое небо и закрытые направления шенгенских стран. То есть на данный момент туристы сталкиваются с проблемой. Если Греция как направление открыто туристическое, то визовые центры и визы на данный момент не принимают документы на визирование. Остаются возможными поездки за рубеж, связанные с определенной деятельностью, будь то работа или учеба. К слову, туристы, которые имеют еще открытые старые мультивизы, могут позволить себе посетить Норвегию и Финляндию. Турция, Абхазия, Сочи, как и прежде, остаются популярными для путешествий и отдыха. К ним добавилась и солнечная Армения, и Азербайджан. Помимо прочего, для северян всегда доступен местный туризм, и поехать можно далеко не только в Териберку. Достаточно сложное направление. Это приграничная территория, например, посещение того же самого заповедника Пасвик. К слову, для посещения этой охраняемой природной территории необходимо предоставить документы на пропуск не позднее, чем за 45 суток до поездки. Здесь туристам откроются виды самых северных лесов на границе Финляндии, Норвегии и России. В этом сезоне, я думаю, что будут очень популярны сплавы. Активный туризм, джип-туры, квадроциклы, сплавы по нашим рекам. Красоты северной природы и ее уникальные погодные условия по сей день привлекают не только местных жителей, но и иностранцев. Туристы из Индии, Пакистана, Арабских Эмиратов, по словам туроператоров, в диком восторге от севера. Этих людей вообще даже вывозить никуда не надо. Они просто, понимаете, выходят из самолета, они видят сугроб, они там останавливаются. И наши крики о помощи, заберите этих людей из сугроба, потому что у нас программа, мы сейчас вам много сугробов покажем. Им это ни о чем не говорит, потому что они пока не освоят этот сугроб, они дальше просто не двинутся. Впрочем, пока о статистике визитов иностранцев турагентства не говорят. Некоторые из зарубежных гостей мыслят стереотипно, отмечают специалисты. Якобы у нас в стране неспокойно. Прямо сейчас реклама на телеканале Артик-ТВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале Артик-ТВ в студии Александра Ритунская. В преддверии выпускных экзаменов учебный центр Лапландия провел форум «Моя профессиональная траектория». На одном из стендов форума «Моя профессиональная траектория» показывают рыб. Каких? Знает каждый сотрудник Мурманского морского биологического института. ММБИ занимается морской биологией, океанографией и экологией. То есть наукой. И это уж точно не скучно. Площадкой для выставки специальностей и профессий выступила Мурманская Лапландия. Здесь школьников знакомят с направлениями возможной карьеры и делают это крайне оригинально. Может быть какой-нибудь пожарник или военный. Ну, в крайнем случае, какой-нибудь сварщик. Мне понравилось примерять каски, бронежилеты, оружие там, разбирать, собирать. Все прекрасно. Мне нравится. Сергей Винокур, ученик 57-й школы Мурманска, впечатлен масштабом форума «Моя профессиональная траектория». Участниками события стали школьники из шести муниципалитетов региона. Они смогли поучаствовать в мастер-классах от ведущих профессиональных организаций и крупнейших работодателей. Руководство Лапландии активно поддерживает такие инициативы. У нас, видите, три этажа заняты. На первом этаже у нас военно-силовые структуры, на втором этаже у нас предприятия региона, а на третьем этаже у нас профессиональные образовательные организации, наши вузы. Программа форума разноплановая и насыщенная. Например, для северян организовали танцевальный интерактив. Участники форума могли пообщаться и с представителями силовых структур, которые помимо средств связи выставили для ознакомления образцы стрелкового оружия. Такие, например, используют спецподразделения Росгвардии. Этот стенд, как и другие, способ заинтересовать детей. Кто-то из них точно выберет карьеру в органах правопорядка. Выбрать, соответственно, вуз, либо поступить на службу в Росгвардию. Сегодня я представляю, у нас здесь есть возможность поступить в пять высших учебных заведений. Санкт-Петербургский, Саратовский, Пермский, Новосибирский и Воронежский институты. Росгвардия такая уникальная структура, что здесь есть должности и работников, и сотрудников, и военнослужащих. Померили форму росгвардейцев и мы. Надеть на себя бронежилет и каску задача непростая. Еще сложнее в этом передвигаться. Но в сторону экипировки. Есть на вооружении органов правопорядка и такие вот любопытные устройства. Глубоководный аппарат «Сиамор» позволяет сотрудникам Росгвардии безопасно изучать морское дно. Демонстрация таких устройств позволит школьникам сделать выбор своей будущей профессии. Вы когда-нибудь мечтали создать оперу или стать ее участником? Областная филармония поможет вам осуществить эту идею. На сцене учреждения состоится интерактивная игровая опера Бенджамина Бриттона «Маленький трубочист» или «Давайте создадим оперу». Английский композитор Бенджамин Бриттон написал детскую оперу «Маленький трубочист» в 1949 году. Она была задумана как вторая часть представления «Давайте создадим оперу» и создана в духе домашнего театра. На сцене Мурманской областной филармонии впервые решили воплотить постановку в жизнь. Сначала у нас планируется небольшая репетиция со зрителями. Мы зрителям будем помогать и морально, и физически. Будем с ними петь. И на экране у нас будет текст. То есть мы будем вместе создавать оперу, как и заявил автор. То есть, ну, я думаю, редкая удача – выступить в зале филармонии всем зрителям. В центре сюжета – восьмилетний мальчик Сэм. Отец продал его в подмастерие двум трубочистам. Юный герой застревает в дымоходе дома полного детей. Они и спасают Сэма от беды. Роль главного героя исполняет десятилетний мурманчанин Иван Дудецкий. Для него это первый опыт на сцене в качестве актера. Ваня – музыкант и учится по классу фортепиано. Меня папа спрашивает, ты хочешь на оперу попробовать? А я вот там, где учусь пианино, у меня там еще преподают хор. Так вот, я знаю, что я хоть как-то петь могу. Говорю, хорошо. И мы начинаем где-то с осени репетировать. Я просто как играю. Хотя так и есть, но я вот играю. И я не обращаю внимания на зрителей, что там. Даже если посмотрю, то просто знаю, что я должен играть то, что я должен играть. Несмотря на то, что постановка детская, играют в ней и взрослые. Например, роль доброй гувернантки Роуин, которая тоже бросается спасать мальчика, исполняет солистка областной филармонии Людмила Лаврентьева. Она очень много помогла ребятам. И, конечно, ее смекалка, и взрослость. Все-таки дети, они немножко наивные. И, конечно, взрослый человек помог им. А солистка ансамбля «Орфей» Екатерина Балтян стала одной из отрицательных персонажей. Она играет экономку мисс Бэггат, которая недовольна появлением маленького трубочиста в доме. По признанию артистки, ее героиня неплохая, просто уставшая женщина. Даже не то чтобы зло, а вот того взрослого человека, который зациклен на каких-то домашних заботах и не осознает, что происходит вокруг какая-то ужасная ситуация, что мальчика маленького заставили из трубы. Я думаю, в определенный момент жизни у всех есть схожие черты с мисс Бэггат. Вот, особенно когда ты уставший после работы. В опере задействованы артисты, хор, музыканты областной филармонии и ДК Кирова, студенты и преподаватели колледжа искусств. Такой масштабный музыкальный проект для детей на этой сцене они создают впервые. Дебют, да, да, дебют. Мы, конечно, сначала говорили о таком концертном исполнении, но потом, когда я поняла вообще, какие ресурсы подвластные, какие вообще в руках есть замечательные люди, я подумала, что мы можем сделать даже чуть больше, чем просто концертное исполнение, а уже нечто напоминающее спектакль, действительно спектакль. Премьера детской игровой оперы состоится уже 2 мая на сцене областной филармонии. По словам создателей, зритель обязательно проникнется этой постановкой и зарядится на ней позитивными эмоциями. В главной базе Северного флота города Североморска состоялась репетиция парад Победы. Военнослужащие, кадеты и юно-армейцы чеканили шаг на плацу. Такие тренировки в военном городке, соединение десантных кораблей недалеко от штаба Северного флота проходят через день. Военнослужащие, в том числе женщины и школьники, отрабатывают синхронность троевых элементов в составе парадных колонн, выполняют приветствие старшего начальника, исполнение государственного гимна и троекратное «Ура!». Воспитанники Североморского кадетского корпуса маршируют с барабаны. В День Победы они откроют торжественное шествие парадных расчетов. Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный оркестр. Всего в Североморском военном параде 9 мая примут участие 573 человека. Почтить память героев Великой Отечественной войны решили ученики Академии телевидения. Совместно с нашей съемочной группой они приняли участие в съемках «Писем Победы» и стихотворений к 9 мая. День Победы – один из самых важных и трогательных праздников. Ученики Академии телевидения из совершенно разных групп объединились, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны родом из Мурманска и приняли участие в съемках проекта, озвучив на камеру письмо с фронта или стихотворение о войне. Люди, люди, с Днем Победы! Пусть исчезут в мире беды! Растворится путь вражда, как в песках пустынь вода! Мы на «Артик ТВ» уже несколько лет назад запустили такую традицию. Мы ко Дню Победы начали делать небольшие проекты. Мы зачитывали письма Победы. Приходили люди, просто мурманчане, и зачитывали стихотворения. Я поняла, что нужно продолжить этот проект, и поэтому в этот раз мы решили, что письма Победы будут читать дети, ученики Академии. Помимо прочего, ребята практикуют работу на камеру и умение владеть своим голосом. Подготовка к съемкам – также немаловажный этап. Ученики подходят к нему с большой ответственностью. Многие задействуют даже своих родителей. На самом деле искала вся семья. Мы обратились к бабушке, мы обратились к папе, я. Все прочитали это стихотворение. Каждое стихотворение свое предложил, прочитали с Ариной, и Арина уже сказала, что это мне не очень понятно. Здесь мне как-то трагично. Это было какое-то стихотворение, как она дома говорила, что это меня вдохновляет. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушки на львом. Ученики медиашколы считают важным помнить о войне и чтить память. Нельзя забывать, какой ценой досталась победа. 1 мая 1942 года мы встретили в очень напряженных боях в воздухе. Немцы потеряли очень много машин и людей. Но и для нас это недешево досталось. Я сейчас записывала письмо, и у меня прям чувство патриотизма. Я вспоминаю, как многие люди воевали, чтобы приближать эту победу. Мне очень жалко людей, которые погибли. Результат, проделанный учениками Академии телевидения работы, можно будет увидеть в преддверии 9 мая на нашем телеканале, а также в сайте arctic.tv.rf и в группе социальной сети ВКонтакте. Анна Прудник, Максим Петровичев, Артик ТВ. Рестораторы региона провели мастер-классы для школьников в рамках всероссийской акции «День с поваром». Мурманская пельменная стала одной из площадок для всероссийской акции «День с поваром». Флэшмоб, затронувший 40 регионов страны, часть проекта российского движения школьников «Шеф в школе». Участники кулинарного ликбеза – это ученики не только образовательных учреждений столицы Заполярье, но и других городов региона. Я приехала узнать что-то новое, потому что пельмени я не готовлю. Мне нравится, что из каких-то продуктов можно сделать шедевр. Школьница из ЗАТО Александров склада Черепанова уже успела поучаствовать в федеральном чемпионате WorldSkills. Там она заняла почетное второе место и безумно этому рада. Более того, Лада планирует стать поваром после окончания школы и считает, что мастер-класс от бренд-шефа из Мурманской пельменной как нельзя кстати. Мы собрали группу школьников и будем рассказывать о том, как мы готовим пельмени, будем пробовать делать наши пельмени. Сегодня будут пельмени с креветкой и с творожным сыром. Мы все покажем, расскажем и ведем в курс дела. Бренд-шеф Ксения Поташева – автор идеи Мурманской пельменной. Именно она разрабатывала меню заведения. Вместе с Викторией Орловой, идейным вдохновителем и разработчиком дизайна, они занимаются продвижением бренда. Есть огромный тур-поток, который сейчас все больше и больше развивается, и нет продукта, который именно наш, русский, национальный, который прописан у нас в ДНК. Все мы, наверное, помним, что у каждого в альбоме есть такая фотография, где мы сидим с семьей и лепим пельмени. Поэтому мы решили, что мы пойдем именно в наши национальные традиции, в наши корни и будем это развивать и это пропагандировать, потому что пельмени – это вкусно. Участники российского движения школьников «Шеф в школе» могут стать лучшими гидами по гастрономической карте своего региона, ведь туризм и гостеприимство открывают много новых возможностей для самореализации и творчества. Ученики комплекса детско-юношеской спортивной школы номер 17 вернулись с чемпионата Северо-Западного федерального округа по восточному боевому единоборству. В рамках ежегодного фестиваля японской культуры «Японская весна» северная столица собрала более 700 спортсменов из 15 регионов России, в том числе воспитанников комплексной детско-юношеской спортивной школы номер 17 города Мурманск. Скажи, что тебя мотивирует заниматься таким спортом? Защищать свою семью, свою родину, отъезду что-то случилось, становиться сильнее, ну и, наверное, так как бонус – получать медали за соревнования. Хан Йон активно участвует в соревнованиях по боевым искусствам, особенно по кабудо. На чемпионате в Петербурге воспитанник мурманской спортшколы отправил противника в нокаут, став победителем. Еще один спортсмен ДЮ США стал вторым. Понравилось очень. Много людей было. Волновался. В области тоже выступал, поэтому поехал в Питер. Судьи хорошие были. Как надо судили. Волнение очень большое было. Дрался два раза всего лишь. В моем всего годе было два человека. Получается, я первый бой выиграл, второй я проиграл. Хас Булат, воспитанник детско-юношеской спортивной школы, впервые участвовал на соревнованиях межрегионального уровня и сразу же завоевал серебро. Тренируются парни под руководством Сергея Тяна. Благодаря совместным усилиям и строгой дисциплине ученики постоянно занимают призовые места. Мы выезжали на соревнования чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа в Сочинном боевом единоборце Кабудо в Санкт-Петербург в составе сборной команды Мурманской области. Все прошло без травм, абсолютно все соревнования, при том, что полноконтактные поединки. Но так как вы заметили, у нас они поврещены. Воспитанники Сергея Николаевича привезли два золота, одно серебро и две бронзы в возрастных категориях от 12 до 18 лет. Следующие крупные соревнования по боевым искусствам запланированы на лето. Неподалеку от города Полярной Зори произошло ДТП со смертельным исходом. Лоб в лоб столкнулись Форд Транзит и грузовик МАН. Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, микроавтобус Форд Транзит внезапно выскочил на встречную полосу, от которой в это время двигалась фура МАН. Водитель большегруза попытался уйти от столкновения, но не успел. Все произошло буквально за доли секунды. В итоге лобовое столкновение. Правую переднюю часть Форда смяло в гармошку. Погиб пассажир микроавтобуса. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На этой неделе в Мурманске загорелось здание детской поликлиники номер один, расположенное на улице Попанино. На месте работали спасатели, полиция, Росгвардия и скорая помощь. Днем 26 апреля поступило сообщение, что из-под обшивки детской поликлиники номер один виден дым. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место и эвакуировали людей, находившихся внутри здания. Пожар был ликвидирован в 14.23. Пострадавших нет. Виталия Кириллова лишили депутатского мандата большинством голосов. Произошло это во время очередного заседания Мурманского горсовета. Вопрос о лишении Виталия Кириллова мандата подняли еще прошлой осенью. Во время декларационной кампании депутат, считает прокуратура, не указал часть своих доходов, что является нарушением. Надзорный орган обратился в суд и дело выиграл. Сам Кириллов свою вину не признал и несколько раз пытался опротестовать решение суда первой инстанции. Тем не менее, к этому заседанию депутат написал заявление об отставке по собственному желанию. Он попросил только удовлетворить его заявление. Это то, что я могу прокомментировать. С такой постановкой вопроса не согласилась прокуратура. По мнению надзорного органа, Кириллова должны были уволить по решению суда. Однако, по мнению народных избранников, пока апелляцию не рассмотрел третий касационный суд общей юрисдикции, решение суда первой инстанции в силу вступить не может. А значит, необходимо рассмотреть заявление Кириллова. В итоге, за то, чтобы лишить его мандата с формулировкой по собственному желанию, проголосовали 17 человек. Против оказались четверо. Комментировать отставку Виталия Борисовича очень тяжело, потому что действительно это потеря для Совета депутатов. Но мы работаем, естественно, в правовом поле. И поскольку Виталий Борисович изъявил самостоятельное желание покинуть пост депутата Совета депутатов, ну, конечно, я это решение поддержал. Таким образом, в городском Совете депутатов уже два вакантных места. Первое освободилось после того, как в областную думу избрался бывший заместитель председателя горсовета Михаил Белошеев. Второе появилось после отставки Виталия Кириллова. Кто займет депутатские кресла, решится во время довыборов, которые состоятся уже в этом году. Сотрудниками транспортной полиции Санкт-Петербурга установлен подозреваемый в краже мобильного телефона в аэропорту Мурманска. В органы правопорядка с заявлением о пропаже мобильного телефона обратился житель Комсомольска на Амуре. Он пояснил, что смартфон исчез в зале ожидания аэропорта Мурманск. Похитителя полицейские обнаружили в северной столице. Оказалось, что, ожидая свой рейс, подозреваемый заметил на скамейке гаджет. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина решил присвоить его себе. Он положил телефон в рюкзак и улетел в Петербург. В отношении нарушителей закона возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В Мурманск области стартовали двухнедельные весенние творческие школы в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики». Известные российские музыканты-педагоги дают бесплатные мастер-классы для юных заполярных артистов. В первой музыкальной школе Мурманска состоялся мастер-класс от профессиональной флейтистки из Санкт-Петербурга Юлии Горанниковой. Юные музыканты из разных учреждений города пришли к ней за новыми знаниями. У нас были гаммы. Я узнала, как правильно дышать, как лучше играть. Он был очень интересный. Я узнала, как правильно распределять дыхание. Я научилась немного быстрее запоминать ноты. Мне он понравился. По словам местных педагогов, в Мурманской области очень мало флейтистов и духовиков. Такие мастер-классы помогают больше заинтересовать молодежь по данному музыкальному направлению. Для самих преподавателей такие встречи тоже полезны. Юлия Михайловна периодически рассказывает те вещи, которые мы знаем, только другими словами. И слыша эту информацию, мы точно, а как же мы об этом могли забыть. У нее очень тонкий, чуткий подход к детям. Дети от малышей до взрослых. Она удерживает их внимание до самого конца мастер-класса. Сама Юлия Горанникова играет на флейте уже около 30 лет. Она выпускница консерватории итальянской Швейцарии. В нашем регионе она не в первый раз и знакома со многими мурманскими юными музыкантами. По словам девушки, у них большой потенциал. И тогда, еще год назад, я подумала, что было бы так здорово объединить. Они и так дружат между собой, но объединить их в музыкальный ансамбль. Для того, чтобы, может быть, ну вот сейчас это как эксперимент идет, а может быть из этого эксперимента вырастет какой-то сводный ансамбль, который радовал бы весь Мурманск именно вот флейтовой музыкой. В течение недели Юлия Горанникова проведет с детьми несколько уроков, а затем в субботу состоится отчетный концерт, на котором они покажут, чему научились. Кроме этого, питерская флейтиска проведет мастер-классы в Оленигорске и Заодерске. Дорогу молодым командой Санкт-Петербурга дебютирует на сцене Мурманского театра «Кукол». В областном театре «Кукол» состоялась генеральная репетиция спектакля «Колдунье с улицы Муфтар» по мотивам сказок Пьера Грипари. Специально для создания этой постановки из Санкт-Петербурга приехал молодой режиссер Михаил Попов. Я попытался сделать историю такую, чтобы она была интересна не только детям, но и взрослым. То есть детские сказки – это обычно уроки, такие простые жизненные, слушайся родителей, отвечай за свои поступки, ну и так далее. А здесь мы попытались, скажем так, затронуть проблему природы и как человек к природе относится, что он, скажем так, иногда совершенно не замечает, как он на неё воздействует. А это важно. Через колдовство к насущным вопросам. Магия как олицетворение природы. Человечество пришло на землю, и природе необходимо адаптироваться. В сказочном мире герои столкнутся с вполне бытовыми проблемами. Когда я в эту работу угодила, я была очень рада, потому что я читала и сказку изначально. Эта сказка очень непривычная, скажем так, совершенно со своими героями, со своим каким-то сюжетом, даже слегка зловещим, если вдуматься, и с какой-то очень интересной, неожиданной развязкой. Спецэффекты, фантастическая музыка и необычные декорации – всё это добавляет шарм произведению. Спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым. Как и в любой сказке, смысл глубокий. Прежде всего, конечно, смысл в том, чтобы дружить, любить друг друга, помогать друг другу. И это в каждой сказке. Кстати, как и в русских сказках, так и в зарубежных сказках этот смысл просматривается. И, мне кажется, это самое главное. А сказки учат наших детей быть добрыми прежде всего и помогать своим друзьям и окружающим. Это самое главное, я думаю, что наш юный зритель вынесет из этой сказки. Приходите, я думаю, что и взрослые, и дети получат большое удовольствие, посмотрев этот интересный, яркий, очень красочный музыкальный спектакль. Премьера спектакля состоится уже в эту субботу, 30 апреля в 11.00 в Большом зале Мурманского областного театра «Кукол». На этом все. Впереди нас ждут длинные майские выходные. Тем не менее, встретимся на канале Артик ТВ ровно через неделю для того, чтобы снова подвести итоги. Всего вам хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!